Я не вижу для российской экономики в ближайшее время никаких шансов вылезти из ситуации падающего рубля и дешевеющего рубля. Это и нефть, это и газ, тем более, что сегодня снизилась добыча и продажа газа, и нефтяной рынок сегодня достаточно нестабилен. И все прогнозы и оценки по стоимости нефти говорят о дальнейшем снижении нефти. Ну и плюс накладывается то, что вся экономика была у нас, к сожалению, об этом много говорилось, выстроена на нефти, газе и других добывающихся ценных минералах, металле и так далее. Все это сегодня, к сожалению, рухнуло. А опять же, к сожалению, мы сегодня, хоть и говорим о нанотехнологиях, говорим о развитии каких-либо новых технологий, производства, но это все слова. Ведь результат импортозамещения и создания новых производств – это дело трех, четырех, а иногда восьми и десяти лет. За это время, пока мы будем замещать то, что сегодня нам нужно, весь мир уйдет на 20-30 лет вперед, потому что они за это время, имея уже достаточный потенциал, шагнут в другую эру технического прогресса. А мы останемся только нам догонять то, чего, так сказать, они уже забыли с сегодняшнего дня. Вот что самая беда и самая большая проблема. Рецепт должен был существовать лет 20 назад, когда мы, развивая рыночную экономику, забыли, что рыночная экономика – это не тот легкий рубль, который стал полновесным и очень хорошей валютой на рынке. Когда рубль стал в обменниках и Парижа, и Финляндии, и Швеции, и Европы, и когда человек вдруг себя почувствовал человека. Но все это произошло только за счет минерального сырья, а не за счет того, посмотрите, маленькие там страны делают, там, Нокию в Финляндии, там, автомобили делают свои и прочее, прочее. А мы что? Что мы делаем такое, что сегодня пользуются во всем мире и пользуются спросом на рынках? Только сырье, только сырье. Да, частично мы делаем очень мощную, хорошую военную технику, но это очень маленький элемент рынка, и он, опять же, очень узкий, этот рынок. Нельзя только на военной технике создавать экономику. К сожалению, это не для России. Я думаю, что, к сожалению, нужно констатировать, что в ближайшие 20-30 лет мы будем очень сильно отставать. И понадобится еще десятилетие для того, чтобы мы выходили очень медленно из кризиса, забыв о нефти, газе и используя их только по назначению. Как дополнительный ресурс для развития технологий, для развития экономики. Мы должны были эти все деньги вкладывать неизвестно в какие там ценные или другие бумаги, не создавать запас, а создавать, строить новые дороги, делать новые технические центры, создавать науку, а не закрывать научно-исследовательские институты. Не выгонять сегодня, не объединять там Академию наук и научные институты, как сейчас получилось, когда мы науку начали, создавать по-новому образование. Все это требует, посмотрите, в тех же Соединенных Штатах, я был в университетах, у них каждый университет это научно-технологический центр. Там уже создаются новые технологии на будущее. Они создают такие элементы, которые сейчас никому не нужны, но эти элементы уже закладка для того, чтобы создать нечто новое, прогрессивное, которое будет там работать через несколько лет. Вот чем они занимаются, где это все у нас.